Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор рынка от компании Тикмилу и с вами я, Артур Изятули. Пару евро-долларов вчера продавили до уровня 1.13570, но на большее не хватило, так как перед заседанием европейскую валюту уже долгое время продавали. Разноглазия по поводу итальянского бюджета, мировая торговля и брексит стали главным причинам беспокойства для ЕЦБ в перспективах будущего роста. И хотя общие риски возросли, глава ЕЦБ Драги заявил, что центральный банк остается уверенным в достижении инфляции целевого уровня и что экономический подъем имеет довольно широкую основу. Что самое интересное, Драги допустил продление программы скупки активов из-за отсутствия четких перспектив роста без монетарного смягчения. По сути, глава ЕЦБ поставил такой некоторый медвежий диагноз для евро, так как глава ЕЦБ по сути санкционирует излишнюю медвежью интерпретацию инвесторами в будущих входящих данных по инфляции и производству. Если они будут разочаровывать, то будет также укрепляться вера в продолжении количественного смягчения. Пара фунт-доллар ушла вчера ниже уровня 1.29, достигла уровня 1.28.15. Фунт нес потери благодаря некой медвежьей комбинации с провалом переговоров по Brexit и тревожной риторике Марио Драги вчера. Так как ЕЦБ является главным торговым партнером Великобритании, проблемы экономического роста в блоке будут непримерно распространяться и на Британию через канал торговли, через финансовый канал. Правительство Британии почти, наверное, не предоставит план по выходу из ЕС до публикации бюджетных целей в понедельник, что, естественно, расстроило Буков по фунту. Среди данных бюджетных целей есть планы государства по сбору налогов и расходы. Но паники сейчас поддаваться не стоит. Фунстерлинг хорошо распродали, как мы видим. И это, конечно же, позволит его в очередной раз выкупить на Кулевудке или на очередных слухах, имеющих отношение к Brexit. Поэтому нужно сейчас внимательно следить за заголовками, готовясь к сделке наверх. Целый ряд данных по американской экономике, они выходят у нас сегодня, выход их намечен чуть позже сегодня. Они не дадут вздохнуть с облегчением медведям, которые ждут возможности зашортить американского лета. Всю эту неделю они находились под сильным давлением и есть речь, что на выходные с выходом этих данных, они также идут на выходные с большими потерями. Данные по личному потреблению, ВП за третий квартал, а также инфляции, измеренные через личные расходы. Они сразу дадут понять, стоит ли продолжать шортить американский рынок или пара настроиться на окончание межрежевой коррекции. Почему? Потому что сейчас уже фондовый рынок значительно перепродан, именно на ожиданиях того, что повышение, избыточное повышение процентных ставок Федрезеров замедлит экономику. Если сейчас экономика докажет, что на самом деле у нее состояние довольно-таки отличное, что у нее еще перспективы роста хорошие, то, естественно, это будет говорить в пользу того, что и американские компании, и их выручка, и перспектива их выручки, она также будет стабильной. ВП, как ожидается, замедлится до уровня 2,3-4,2 в прошлом квартале. Личное потребление за третий квартал у нас также чуть-чуть замедлится. Что касается инфляции, измеренной через личные расходы, она должна, по прогнозам, быть ниже целевого уровня, в 2% на уровне 1,6%. ФРС также неоднократно заявляла, что предпочитает измерять инфляцию через личные расходы, так как кроме темпов роста этот показатель считает ценой информации о сдвигах в структуре расходов при изменении дохода потребителя, в то время как инфляция, измеренная через общий уровень цен, включает в себя, она менее гибкая, и включает в себя товары, за которые потребитель непосредственно не платит. Например, это медицинская страховка. Также вчера поступили комментарии от чиновников ФРС Лоретты Местер. Она совершила довольно агрессивный бычий выбор в отношении американского фондового рынка, сказав, что амплитуда коррекции слишком небольшая, чтобы нанести какой-либо существенный вред настроениями отбить аппетит к риску. Ее условно, разумеется, нельзя экстраполировать на весь ФРС, но уклон, резкий уклон в позитивную определенность для чиновника такого ранга, это совершенно не характерное поведение и может означать одно из двух. Либо Местер пытается преободрить рынок в момент действительно слабости, когда есть угроза дальнейшего снижения, либо действительно отсутствия причин для волнения действительно нет. По некоторым оценкам, падение S&P 500 должен еще снизиться на 12% до уровня около 2400, чтобы ФРС отложила повышение ставки. Комментарии Местер, естественно, поддержали ожидание ужесточения. В декабре вероятность повышения ставки увеличилась с 6% до 70,3% в пятницу, согласно фьючерсному рынку. Сегодня поэтому складывается интересная ситуация. Данные по США выходят перед открытием Нью-Йоркской сессии. Если они более чем оправдают ожидания, инвесторы могут начать закладывать основу для разворотов фондового рынка. Тем не менее, инвесторы перед активными покупками, вероятно, дождутся окончания отчетного периода компаний, что произойдет в ноябре, чтобы сформировать полную картину. Вчера Амазон и Гугл акции с высоким потенциалом роста слегка не оправдали ожиданий по выручке, но ничего критичного. Техсектор пока в целом публикует неплохие финансовые результаты. Стоит следить за индексом сейчас ВИКС, который у нас находится на повышенном уровне. У нас продолжает расти, вырос еще на 10%. И, естественно, продавцы вовательности ждут того момента, когда можно начать двигать этот индекс вниз, возвращать его к среднему. Но вот общий фон риска пока не позволяет сделать это. На сегодня на все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в понедельник.